Артикли. Разберемся с артиклем Э более детально. Э или Н употребляется перед существительными в единственном числе. Единственное число предполагает, что существительное исчисляемое. То есть, если у него есть число, мы можем сказать одно яблоко, два яблока, три яблока. Если существительное неисчисляемое, тогда мы не будем употреблять вообще никакой артикль. Если у нас перед существительным, вот как здесь, например, идет прилагательное, мы все равно должны поставить артикль, который будет относиться к этому существительному. Но мы не будем ставить его вот здесь. Мы поставим его перед всеми прилагательными, их может быть несколько. Туфли, которые мы уже купили, они милые, красные, новые. Так вот, мы поставим артикль Э перед. Если мы уберем существительное и оставим только слово nice, это прилагательное. Артикля не будет, где вам надо подчеркнуть вот эти строки. Тут идет ваша младшая сестра. Принеси карандашик. Нам важно, какой карандаш она принесет. Нам нужен просто карандаш, просто какой-то инструмент, чтобы подчеркнуть, какие строки. Поэтому мы скажем А еще это значит, что мы не сможем выбрать, какой именно карандаш она нам даст. Устойчивые выражения, о которых я говорила, вот они написаны. Это не все, но это то, что нужно на данный момент. Самые такие распространенные. Что за чудесный цветок? Quite a Достаточно странный человек, странный человек. Rather a Тоже достаточно. Rather a short book. Короткая книга. Such a nice weather. Такая чудесная погода. Когда мы говорим про профессию. Policeman. Профессия. A teacher. A doctor. Или когда это какое-то качество человека. Я не стала это писать, но очень часто можно услышать You are an idiot. A lot of. Это много. A lot of. Прям вот это выражение переводится как много. A lot of bees. Много пчел. A few. Мало, несколько. A few coins. Несколько монет. Мало монет. Пара монет. A little. Мало сахара. Немного сахара. A little. Как эти три слова употребляются, это совсем другая тема. Будем рассматривать все еще дальше. Сейчас нас интересует вот это. Далее. A number of. Какое-то число. Несколько студентов. As a result. В результате. We became rich. У каждой ситуации есть один какой-то результат. Должно быть the. Мы рассмотрим почему. Но в данном выражении A. Поэтому оно и устойчивое. Выражение at a time. Я написала здесь one. Это чисто пример. Может быть one, может быть three, может быть все что угодно. Значит, one at a time. Это один за раз. В данном случае time это не время. Это раз. Мы пьем одну таблетку за раз. For a long time. Долгое время. Я работала. I've been working for a long time. Даже несмотря на то, что time, в данном случае это будет время. Время это неисчисляемый предмет. Но будет артикль A. Потому что устойчивое выражение. In a hurry. Это в спешке. Быть в спешке. I'm in a hurry. Go for a walk. Отправиться на прогулку. Пойти на прогулку. Take the dog for a walk. Иметь хорошее время. Хорошо провести время. Время неисчисляемое, но устойчивое выражение. Have a good time. Three times a year. Три раза в год. Трижды за год. За месяц. Трижды за час. Это все будет артикль A. A week. За неделю. A day. За день. Когда мы имеем в виду какую-то пару, например, нож с вилкой, лук со стрелой, макароны с сыром, но макароны это неисчисляемое, так что чисто ради примера. Мы не будем говорить a knife and a fork. Нож и вилка. K в слове knife не читается, так что knife, забываем, если вы так не говорили. Как только это становится парой, мы говорим a knife and fork. A knife and fork. То есть мы говорим an вместо and. Если вы поедете куда-нибудь в Америку, в Англию, в Канаду и скажете em and ems, никто, наверное, не поймет, кроме русскоязычных людей, что за конфетки вы имеете в виду. Em and ems. Значит, артикль an. Вот наше существительное единственное число. Orange. Orange это апельсин. Или оранжевый цвет, но оранжевый это прилагательное, а нам нужно существительное, так что это апельсин. Но если мы поставим артикль e, все будет в принципе правильно и логично и грамматически correct. Говорить будет неудобно. E orange. Возникает какая-то потребность в согласном звуке. Это то же самое, что и в русском языке. Предлог o. Говорить о Саше, о Маше, но об Оле. Потому что о-о, о Оле, о Оле. Мы говорим об Оле. Согласная, гласная, согласная, гласная. Тогда мы сможем все это сказать. Мы скажем an orange. An apple. Мы можем теперь сделать связку, такой link. И так происходит со всеми словами, которые начинаются на гласный звук. Не на букву. Буква ю, например, это тоже гласная буква. Но звук, с которого начинается слово universe, что значит вселенная, по-моему, она пишется с большой буквы. Слово universe начинается на звук y. Y, что звучит как согласный звук. Так делать нельзя, потому что вселенная, она единственная в своем роде и будет артикль z. Но мы это будем рассматривать чуть позже. Umbrella это зонд. Гласная буква. А, гласный звук, поэтому an umbrella. То же самое, что и слово universe, первый звук. Поэтому мы будем ставить e, потому что звук y, это согласный звук. Не нужно думать то, что каждый раз теперь это вот ваша единственная головная боль, да, начиная говорить по-английски, что там, e, n. Тяжело сказать apple, вы сразу же поймете, что что-то не так. Не заморачивайтесь, ребят. House, дом. E house, да? E house. Видим слово, которое начинается с буквы h, как и предыдущая house, да? И это слово будет читаться как onna, medal of onna, а не honna. Слово час пишется как хаюр, но читается как hour, это час. Поэтому в обоих этих словах мы будем ставить n, потому что h не читается, а следующий звук, это o-гласный звук. Elephant, слон. An elephant. European, согласный звук y, как European, universe, university, e. FBI, agent. FBI, FBR, agent, agent. Агент, FBR. Артикль, который мы сейчас поставим, будет относиться вот к этому слову, потому что именно это наше существительное. Вот это будет прилагательным. Закономерность, по которой мы будем понимать это n или e, мы будем смотреть вот в этом слове, потому что нам надо соединить звук артикля с первым звуком первого слова перед ним. F, e, как и apple, это гласный звук, поэтому будет n, FBI, agent. Та же самая буква F, но здесь это будет футбола. Да? Футбола. F даёт звук согласный в данном случае, поэтому всё нормально. I need day of. Мне нужен выходной. Вы имеете в виду понедельник на следующей неделе? Или эту среду? Или завтра? Нет. Вам нужен просто какой-нибудь день? Да? Понедельник, среда, пятница, непонятно. Поэтому мы говорим a, потому что любой. Далее, give me a tissue, please. Это салфетка. Give me a tissue, please. Почему? Вы заходите в ресторан, официант в ресторане также возьмёт где-то в подсобке салфетку и принесёт вам уже. Вы не будете выбирать её. He has a daughter. У него есть дочь. Ага, какая-то любая дочь. В данном случае мы имеем в виду то, что дочь одна. Теперь более детально рассмотрим артикль за. Значит, за используется точно так же перед существительными, но... Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Теперь более детально рассмотрим артикль за. Значит, за используется точно так же перед существительными, но...